Субтитры создавал DimaTorzok А в Пермь-36 меня привезли чуть больше, чем через год. Сразу после, в 1976, в январе, в первых числах января. А год я просидел в Вильнюсе под следствием. Ну, и мне некуда было больше попадать. Довольно хорошо понимал, что рано или поздно будет арестован. В обвинительном заключении было 17 пунктов. Все эти пункты, я уже и не помню, они были совершенно пустые, кроме одного. И это был главный пункт, и по этому пункту и шло всё следствие. Это редактирование хроники текущих событий. Ну, знаете, первый день. Я бы сказал так, первая ночь более существенно. Меня привезли в Пермь поздним вечером. В Пермской тюрьме, в самом городе Пермь, я ночевал. И вот тут я впервые встретился с человеком из зоны, куда меня везут. Такой художник был, Борис Мухамедшин. Ну, мы с ним проговорили всю ночь и даже не ложились, потому что, во-первых, потому что мне интересно было знать о том месте, куда меня везут. Ему интересно было знать о моём деле. А ещё была очень важная причина нашей бессонницы – клопы. Камера эта кишела клопами. Спать всё равно было невозможно. Когда меня привезли на следующий день в зону, меня в зону не выпустили, а поместили в такой, по старой лагерной терминологии, БУР, так называемый барак усиленного режима. Это помещение, где были штрафной изолятор. Вновь привезённого человека несколько дней держат вот изолированно, не выпускают в зону. Была рота внешней охраны, просто рота солдат, они никогда в зону не заходили, они стояли на вышках и стерегли периметр зоны. Прапорщики, которые обходили жилую зону и промзону, следили за порядком. Вот они напишут на вас рапорт, если это заказано им, и вас посадят в карцер, в ШИЗО. Вот это была их работа, этих прапорщиков. Отношений не было никаких, потому что их строго карали, если замечали, что он разговаривает с заключённым. Вам полагается 8 часов сна. После завтрака на работу. Главная работа у нас была, это изготовление не то чтобы утюгов самих, а всей начинки электрических утюгов лысьва. Вот на этом заводе делалась металлическая часть утюга, а мы в зоне должны были приготовить для него всю электрическую внутренность. Ещё была работа какая? Вот котельная, вот кухня. Ну, кухня – это была работа, на которую попадали особо близкие к администрации люди. Ну, хлебная работа, почему? Воровать можно-то, сыт будешь всегда. Вот я вернулся, ну что, ну, ну, а что вернулся? Ну, вернулся, знаете, ну, вернулся, как в другой мир. Субтитры сделал DimaTorzok